привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур и сегодня у нас не совсем обычный подкаст потому что со мной один товарищ которого многие из вас прекрасно знают это джек шепард здравствуйте коллега здравствуйте коллега он сидит около меня и когда вы смотрели последний когда вы наверно думали куда уехал джек шепард понятия не имеем мы не знаем сегодня я решил сделать довольно необычный подкаст то есть поговорить с ним обо всяком но для начала давайте подведем итоги недели эта неделя как я и говорил была довольно таки загруженный поэтому не выходило не так много видео как могло бы быть но тем не менее были прикольные моменты и мы с вами играем довольно прикольный хоррор и их еще довольно много у меня сегодня вы допустим увидите кое-что совсем необычное вечером так что советую посмотреть но и среди прочего мы с вами прошли dark souls завтра выйдет последняя серия dark souls то есть вы увидите уже окончание этой истории джек шепард у нас еще не прошел и но скажи мне свое отношение вообще к игре в целом ну единственно что могу сказать что игра мне нравится почти так же как первый dark souls но наверное все таки демон соус будет выигрывать у 1 dark souls и dark souls 2 в плане даже не знаю мне в общем dark souls 2 нравится почти все кроме боссов их слишком много и большинство из них даже какие-то такие не очень интересные да ты вот наверно замечал что они все ну почти все убиваются одним способом то есть уворачиваешься бьешь сбоку уворачиваешься бьешь сбоку и это однообразие как-то немножко сбивает конечно по тактике вообще там конечно слив полный но при этом по большей части в первой части столько же боссов было просто они не были помечены на как боссы допустим вот эти вепри всякие там уникальные монстры типа когда подбегаешь к этим горгулиям в их собор внизу там огромный рыцарь которого на локации тупо больше нигде нет он реально выносит там из двух ударов тебя ты его ковыряешь полчаса второй части оба тупо пометили там огромный рыцарь убийцы дали бы ему внизу полоску жизни и сказали бы вот где босс но на самом деле я вот так недавно раздумывал почему всем как тут так подсознательно люди в основном торгают dark souls 2 не за сложность почему людям вообще не нравится dark souls 2 при том что в целом нравится dark souls я так думал думал короче и в итоге подумал что вот это вот вообще безразличие к последним играм которые допустим у меня появилась просто дело все в том что сейчас очень мало свежих новых идей в играх в играх и ты уже просто тупо не ждешь ничего сейчас вот допустим идет реально какое-то поколение сиквелов сейчас нет новых идей и даже игры которые вроде как выглядят нового на самом деле являются если не сиквелами какой-то или то и и реально идейным продолжателем тоже допустим тупо вот watch dogs не знаю это же ассасин скрипт просто в современной упаковке там добавили технологии и тому подобное короче большая часть игр тупо не удивляет вообще ничем и сейчас несмотря на то что куча игр выходит чего-то такого чтобы прям реально давала свежие эмоции и не проходилось с таким покер-фейсом реально тупо нет и короче вот чему я это вообще веду и как обычно dark souls 2 его подсознательно люди любят вообще серию souls любят в первую очередь не за сложность за то что на мой взгляд серия souls всегда давала свежие эмоции потому что такого больше нигде не было то есть когда игра вышла и dark souls к вышел они всегда предо предлагали что-то новое что-то такое чего в принципе в жанре нет и вообще в принципе в игровой индустрии больше нигде нет то есть это сложность это вот это вот корявая но крутая игровая механика того подобное сам мир а dark souls 2 он не представляет вообще ничего нового то есть если после демон соус dark souls 1 представлял еще там что-то хорошее там допустим был совершенно другой сеттинг там были какие-то перемещения совсем по-другому был организован мир то dark souls 2 после dark souls после dark souls при pay to die edition после демон соус вообще то есть по сути ничего нового не предлагает и поэтому игроки которые уже переиграли в тигры они думают такие вот вообще ничего нового это так подсознательно ну да и я думаю главная проблема dark souls 2 пустого как вот ее прошел это то что она вообще реально то есть ты по ней бегаешь или понимаешь что это вообще повторение пройденного ни одной вообще свежей идеи по боссам ну по боссам до боссов переизбыток среди них есть несколько реально жопоразрывающих по-другому не скажешь допустим тот же дракон договорю я кстати еще не дошел поэтому мне лишь предстоит с ним встретиться но я убил на самом деле дал легко убивается понедельник вид вид видео где в трусах одних убегут вот там тупо дело в том что когда он дерешься с этим драконом хоть ты там будешь брони хэвилла хоть ты будешь в чем короче хоть ты будешь при этом куркаться так любое попадание по тебе это все смерть сразу то же самое с вендриком практически всегда короче этих боссов обоих я убил джек шепард убил вендрика по-моему только на на тоже неприятно такой денег и и после этого у нас повторюсь завтра в субботу выйдет последняя серия dark souls а после этого я как вам пообещал буду закрывать долги которые там остались это вот большой дракон вендрик потом он джек шепард не сегодня рассказал что там когда вы убиваете этого диабло в железной крепости или как он там называть старый король по моему что типа после этого там когда идешь бонфайру есть безголовый какой-то воин его убиваешь и после этого в локации с туманом нужно идти там можно найти его голову и типа это прям будет как-то суперкруто поставлена дал туда надо будет еще сходить потом кроме этого еще тема мне рассказал что где паучиха это как ее звали то которая мега здорово да да огромная мяг здоровая жуткая паучиха короче приходишь к ней на локацию ты там вообще видел что там дракон висит ну сверху к капает да там я по-моему единственный кто не видел что-то не выреклась и короче вот к этому месту подходишь и попадаешь куда-то в его измерение что а как ну просто подходишь и все то есть там душа же лежала по 100 как паучих нового я смотрю что-то капает начинаю смотреть наешь там гигантский дракон просто висит такой я такой какого черта делаю короче говоря вот то вот кокон под драконом подходишь к окону и в результате попадаешь в его воспоминания что ли но после того как ты уже получил рот гигантов с помощью которой ты можешь воспоминания ходить я не знаю что там будет на короче говоря на следующей неделе надо будет туда забежать может мы даже с джеком шепардом пока он тут рядом вместе это посмотрим интересно короче вот такие дела кстати говоря большое спасибо за поддержку в комментариях я в предыдущем видео попросил у вас пожелать мне удачи ваша удача мне действительно помогла был довольно крутой день короче говоря прошлую субботу я провел очень очень хорошо спасибо вам за это вот что еще хотел сказать на следующей неделе где-то до среды у меня по-прежнему будет довольно мало времени и будут выходить вот эти вот долги по dark souls будут выходить коровы которых в принципе у меня хватит еще надолго там реально надолго надолго там вот это от вас дополнение не помнишь ли я не помню совершенно а там что-то про шепот типа виз арист блогер называется она выходит начале мая до него выходит еще одна игра тайм-лайт что ли и или дед я короче девочку общем или дедлайт да там хоть девочка камеры да с телефоном тоже ну говорят что очень кривая но при этом очень крутая вещь тоже очень скоро выходит короче хорроров хватит там пипец как много и кроме этого тема там что-то предлагал какую-то идею по брутальным коопу я сам еще не знаю что это такое ну и сами понимаете будет gta и кроме этого мы сейчас джеком шепардом посмотрим кое-чего и еще прикольное что мы давно хотели посмотреть пока не скажем это секретик 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 да в общем вот такие дела на этой неделе повторюсь по времени напряженка единственное но то что вот джек шепард приехал мы хотели как-то его культ программу по уфе провести показать город и тут тупо выпал снег у нас был там плюс 20 и теперь минус 8 ну то есть ноль а по ощущениям пишут минус 8 очень логично так поэтому сейчас мы сидим дома и поэтому сегодня вы наверное увидите первый взгляд по dark souls 2 на пк который говорят ужасен в плане оптимизации и общей работоспособности хотя мы еще не видели поэтому вполне возможно что на самом деле и тупо нет и все там хорошо по крайней мере дуранга по моему зовут чувака который сделал графический фикс для первой части dark souls на пк что это она стала давать полноценный full hd там улучшилась частота кадров он короче откопала в ресурсах файл освещения блин кошка без а чтобы все выглядело как было в дом кино и 3 но он короче сказал что файлы освещения которые просто не было в консольных версиях он и те ресурсы раскапываете раскапал искал что эти можно будет подключить к игре и типа будет совершенно по другому картинка выглядеть но пока он это еще сделает не знаю когда все это пройдет ну короче вот как-то так я все равно думаю по тому сравнению что я видел dark souls 2 на пока она выглядит там текстурки получше гораздо более плавно все идет это на xbox и проходил там я на xbox и проходил там в принципе есть вот небольшая рванность кадров как ты мне говорил да то что там плач сэшна планетный бокс есть да есть но в принципе игра вполне сносно выглядит на playstation после последнего люди видели последние две серии по моему потому что какое-то обновление все раньше был 30-25 кадров в секунду то сейчас заходишь и там на локации с драконами там реально от 15 до 18 где-то ну до 18 на глазок а глаз тузорки он видится и там этот момент на меня еще нападает какой-то красный фантом а у меня реально там все тайминги не работают из-за того что картинка тормозит тупо и я ничего не могу сделать но я его убил все-таки но этот на пипец короче было реально намного сложнее играть в игру потому что фреймрейт был ужасный короче посмотрим игру на пока посмотрим что это вообще такое и кроме этого пока джек шеппард метод он вчера сели гта онлайн за пять часов результата ноль нас просили там пролететь под этим на самолете по туннелю вверх ногами на моем персонаже это сделать невозможно потому что у него скилл не прокачан мы зашли с учетки джека шеппарда и летали на самолете с его персонажа мы пять часов летали не налетали ничего пришлось две машины мне продать чтобы купить этот самолет потому что ну он же просто не появлялся мы больше катались пытались самолет найти чтобы пролететь по туннелю там на самом деле было довольно много кадров интересных но мы все удалили один раз это почти пролетел кстати он почти пролетел то есть самолет фактически вылетел из туннеля но как бы он уже был мертвый самолет уже был в огне мертвый самолет вылетел из туннель на самом деле пипец какой долгий короче было весело вот такая у нас будет на следующей неделе неделя будет немножко dark souls а будет много хорроров потом будет еще одна игра которую я планирую именно такую вот атмосферную начать будет кота онлайн где-то там с четверга с пятницы или как нибудь там где-нибудь ну на следующей неделе в общем продолжим потому что идеи еще хватает с тем же карга бобом и с теми же самыми окошками втором здании в котором попасть не могли мы кое-что придумали и еще короче есть интересные моменты и не знаю короче на следующей неделе посмотрим времени будет побольше всего будет побольше вообще будет я думаю довольно прикольно на этой неделе мы пока у нас все равно дома приходит сидеть запишем пару прикольных игрушек так что я думаю в начале следующей неделе конце этой вы это все увидите а курсов blackwater кстати говоря последний серий в понедельник да вот и в принципе на этом все с вами были джек шепард и артур всем хорошего пока пока пока